Выходи из машины. Выходи. Что ты здесь делаешь? Что у тебя училось с этими людьми? Ты всё расскажешь мне. О, зам, послушай, я случайно здесь оказалась? Я никак с этими людьми не связана. Хватит врать. Почка Берчи не подходила мне. Ты пошла и купила у мафии почку, которая мне подходила. И у Берчи не было операции. Говори. Ну ладно. Как знаешь. Тогда расскажешь всё с полицией. Ладно. Это правда. Да, всё сделала я. Берчи не пошла в операционную. И почку я нашла через этих людей. Доволен ты. Вы угрожали ослым. Вы хотели, чтобы она от меня отдалилась. Говори. Говори. Я с ослымом никак не связана. Я сделаю это, чтобы спасти твою жизнь. Послушай. Берчи любит тебя. Умереть готова ради тебя. И на это вранье пошла ради дочери своей. И ради тебя. Берчи хотел, чтобы вы провели эту грязную игру. Вы это сделали, чтобы разлучить нас со ослым? Говори. Говори мне правду. Сказал же, я не связана со ослым. Она сама бросила тебя. Но хватит. Не надо врать. Клянусь, она не любит тебя. Тебя любит Берчин. Я это сделала. Надеюсь, что, может, ты полюбишь ее. Я спасла и дочь свою, и тебя. Ты не рассказываешь мне правду. Берчин расскажет. Это вы настроили так ослым. Я спрашиваю Берчин. Нет, слушай. Послушай, я заставил Берчин пойти на такое. Я настояла. Она сказала, я не могу, не могу соврать Узану. Но тебе нужна была почка, и ничья почка не подходила. Но и Берчин была вынуждена принять мое предложение. Я уже наелся вашим враньем. Все кончено. Шагай. Все узнают, что вы сделали. Тогда ослым расскажет мне правду. Подожди. Узан, послушай. Пожалуйста, давай ты останешься между нами. Я не могу лишить дочь счастья. Берчин очень любит тебя. Причем она тебя достойна, не ослым. Сказал же Шагай. Я люблю ослым. И когда все раскроется, ослым вернется ко мне. Шагай. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Да, дорогой Озан. Алло. Мама, ты дома? Я дома, сыночек. Что случилось? Я скоро приеду. Тетушка Севиль рядом со мной. Она поговорит с тобой кое-чем-очем важным. Хорошо, я жду. Давай, выходи. Ты готова все рассказать? Озан, не надо. Подумай, Берчин. Она падет. Ты как раз, мол, слушай. Ну же, Шагай. Какое совпадение. Все как раз здесь. Сейчас все узнают о том, что вы сделали. Шагай. Сейчас раскроется вся правда. Все узнают о вашем вранье. И тогда ослым расскажет всю правду. Я ничего не скажу. Если ты пойдешь и расскажешь все. Я уничтожу ослым. Ты ничего не сделаешь. Джингиз не отец ослым. Что ты такое говоришь? Я сама все слышала. Хедия это сказала. Если ослым узнает это, она падет. И она никогда не простит Хедии. Ведь да, заставляла ее думать, что тут позорный человек и ее отец. Ты врешь. Отец ослым, Джингиз. Вот как? Ну тогда давай. Пока все дети, я скажу, что сделал Хедия. Пусть брат ее тоже узнает. Пусть опозорится. Потом пойду, я с ним расскажу. Руку убери. Если ты расстроишь мою доченьку, я расстрою твою любимую. Ты ведь не хочешь разрушить целую семью? Не так ли, дорогой Зан? Если ты попытаешься создать новую игру, если опять прикопаешься костюм, ты встанешься со мной, Сибель. Я буду с тобой сидеть. Озан? Сибель, дорогая, как рождала вас. А мы с Озаном обсуждали подготовку к свадьбе. Озан не хочет свадьбы в отеле. Ты смотри. Пойдем внутри поговорим. Подери. Весь план провалился. Что случилось? Твой муж вскружил все. Озан? Именно он. Он увидел меня с этим Сейдом. И он узнал, чем занимается этот человек. И он узнал, что почка не твоя. Они высоединятся. Остан все расскажет. Мама, нам настал конец. Конец. Позвонишь Остану и скажешь, что у тебя для нее есть письмо. Она должна получить этот документ. Остан все узнает. Да. Вам отправили письмо. Вы дома? Нет, я не дома. Но моя мама дома. Можете передать ей. Хорошо. Всего доброго. Рано или поздно я приведу тебе твою дочь, Нермин. Я успокою твою совесть, но сейчас не время. Вот мой сын, когда он завоюет твою дочь, вот тогда-то я приведу тебя к ней. Я никогда не стану с этим. Если я когда-нибудь потеряю это, то это будет означать, что либо я разлюбила тебя, либо в этот день я умерла. Мама осталась ослым. Тебе больше не надо расставаться со мной, остраняться. Прошу вас, госпожа Слэм. Я ее мама. Госпожа Слэм отправили вот это. Хорошо. Я возьму. Благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго. Берчин-Бичер. А это что такое? Ты все расскажешь ослым. Ты испорчишь игру, госпожа Сибель. Отчет. Образец не подходит для пересадки. Это может быть правдой. Даже если весь мир объединится против нас, то я всегда буду ждать тебя здесь. Ты же говорил, что будешь ждать меня здесь, Сюзан. Весь мир объединился против нашей любви. А тебя здесь нет. Я знал, ослым. Знал, что ты придешь. Я знал, что ты все еще любишь меня. Да, Муса. Есть продвижение. Мы нашли следы Сеида. Его заметили камерой. Я тебе сейчас отправлю фотографию, и адрес там тоже написан. Хорошо. Большое спасибо. Озан. Он занимается незаконной продажей органов. У него есть хорошая защита. Продажа органов? Это очень опасные люди, Озан. Будь осторожен. Ладно, не волнуйся. Увидимся. Мало осталось, любимая. Скоро вся правда раскроется. И мы с тобой встретимся под этим деревом. Мало осталось. Значит, чтобы разлучить нас с ослым, ты связалась с продажей органов? Мало осталось, госпожа Сибель. Скоро все узнают о твоей игре. Выйди и все всем расскажи, чтобы я единожды умерла. Хватит. Ну хватит уже. Скажи. Скажи, ослым не моя, дочь. Вот разберусь я с этими людьми. Очередь дойдет и до тебя, Хедди, с твоей дочкой. Добро пожаловать, добро пожаловать. Откуда взялся последний взнос? Ты же говорил, что нет долгов. Ты что, издеваешься надо мной? Уж извини, госпожа Сибель. Я заставил тебя приехать сюда, однако. Мы неправильно посчитали. Нужно нанести еще один последний взнос. Черт подери, что он сделал. Что он здесь делает? Сегодня тоже, слава Всевышнему, ищу навар. Хорошо получилось. Там кто-то есть. Это может быть палите. Не любите, убегайте. Что происходит? Что происходит? Беги, беги, беги. Не бегите, кому говорю. Беги, беги, беги. Беги, беги. Откуда вылез этот человек? Беги. Идите сюда. Вы все мне расскажете. Ну что, заводись. Черт подери. Нашла время, чтобы заглохнуть. Работай ты, работай. Это закончится, ослым. Это расставание скоро закончится. Мало осталось. Работай, нужно работай. Если узнает, увидит меня, я прогорю. Пока ты не расскажешь мне, что вы делали за моей спиной, ты никуда не уедешь. Доброе утро, утренний сахарок. Что такое? Не скажешь мне доброе утро? Возьми. Это все мои деньги. На какой даре рак свистнул? Я еще не накинулся на тебя, а ты дала мне все свои деньги. Что такое? Если ты не хочешь, чтобы твой секрет раскрылся, приходи к деревьям в Мухидель. Иначе все знают о твоем секрете. Это не на ровном месте. Ты прекрасно знаешь, из-за чего это. Возьмите деньги и держись подальше от меня, и от моей дочери хватит. Что это происходит? Она что, спустя 20 лет начала нормально себя вести? Боже мой. Ослан. Доченька, куда ты вышла с утра пораньше, не предупредив меня, вышла? Мама, помнишь, ты говорила мне, что ты лишь один раз в жизни можешь действительно взять любимого человека за руку? Ты говорила мне, если ты нашла этого человека, не отпускай его ни в коем случае. Да? Я говорил тебе такое, но... Доченька, что происходит? Что такое? Мама. Я вообще никак не хотела отпускать эту руку. Если бы у меня была смелость, я бы не отпускала эту руку. Вцепилась бы в нее, я не отпускала никогда. Мама, я очень люблю Озана. Я очень сильно люблю, мама, очень сильно. Моя дорогая доченька. Раз уж ты любишь Озана, почему ты рассталась с ним? Почему перестала держать его за руку? Я подумала, что он не получится ничего, мама. Ведь мы из разных миров, я так подумала. Помнишь, ты говорила? Что если я влезу в их мир, то я очень сильно расстроюсь. Ведь у них и другая жизнь. Я думаю, этого я испугалась. Ну а почему же ты начала встречаться с Фатихом, если ты не любишь его? Не знаю. У нас и так как-то не ладится. Но вновь с Сузаном... У меня нет надежды, что мы с Сузаном вновь можем воссоединиться. Я люблю его всем сердцем. Но... У нас нет будущего. Доченька. Каждый человек сам организовывает свое будущее. Сам регулирует свою надежду. Пока ты будешь при жизни. Пока ты будешь любить свою жизнь. Это будет означать, что у вас всегда будет надежда. Видишь? Что случилось с лимонами, которые ты посадил? Я этого даже не заметила. Это ты довела вот до констояния. Ты посадила маленькую косточку. Полила. А сейчас она превратится в большое дерево. И скоро на нем будут расти лимоны. Аслам. В какую сторону мира ты бы не смотрел? Ты всегда найдешь красоту. Ты всегда найдешь надежду. Пока есть жизнь, есть и надежда. Ты тоже никогда не потеряй свою надежду, доченька. Иди поговорить с Фатихом. Не теряй время. Расстанься с ним. Раз уж ты любишь Узанна, в таком случае не надо давать надежду человеку, который не любит тебя. Хорошо. Я прерву эти отношения. Я сейчас же пойду и поговорю с Фатихом. Мама. Хорошо, что ты есть у меня. Если бы я могла рассказать Аслам всю правду. Если бы я не была уверена в том, что он не просит меня никогда. Тогда бы я могла рассказать ей правду. Ах, если бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!